всем привет вы на канале industrial tools сегодня человек принес вот такой нейлер я когда-то уже снимал про него видео есть на канале меняли мы там пружины здесь человек сказал что пружины они меняли сами и ему не нравится как он работает это пятерка давайте включим я без штатива сегодня поэтому снимаю одной рукой удобно сейчас я включу его в тиске что-нибудь деревяшку зарядим постреляем но во первых ему не нравится когда двигатель останавливается какой-то треск небольшой и вроде бы он не всегда стреляет а а а а а а Ладно, сейчас откроем, посмотрим. Короче, я снял заднюю стенку, крышку, да здесь видно, что пружины хорошие, двигаются нормально, но здесь сразу понятно, двигатель, вот он, покрутить барабан двигателя, там походу подшипником, уже жопа. Отдельно они, сейчас посмотрю на схеме, как она там идет, можно ли их поменять или нет. Да, вот на схеме этот двигатель, 57 позиция, и ух, когда-то он стоил 14 тысяч в интернете, если поискать, вот 20 тысяч, вот так выглядит, но его нет в наличии, в технопарке официально. Девольта в России тоже вообще нет. Короче, кожух снял, основной, и вот она проблемка. Надо как-то разбирать двигатель, не знаю, разборный ли он вообще, но снять его вроде бы как можно. Ну, как можно, конечно, уже отдельно продается. Здесь уже, походу, они что-то химичили, влагоклимники стоят, это явно не из стандартной комплектации. Можно еще вот так, вот я подключил аккумулятор, нажимаем. Короче, вот эти винты очень сильно затянуты, пришлось воспользоваться вот этой штукой и воротком. И нашел еще один момент, видите, пружинка отломанная, вот сюда она должна быть, а не с двух сторон. Она работала на одной, возможно, из-за нее тоже возникали какие-нибудь неправильные задержки там, я не знаю. Если она отломалась, значит она когда-то работала и износилась от времени. Открутили. И еще пластину эту вот с одной стороны открутил. Можно вот так снять. И он откручивается, вот еще три винта. Сейчас их тоже откручу. Запомню. Синий, черный, белый. В принципе они по порядку идут. Слева, левый, слева. Перепутать сложно. Ну и вот он, двигатель. Крышка вот эта тоже снимается. Ее по-другому никак не установишь. Здесь паз и навалу паз. И вон там стопорное колечко. То есть мы сейчас снимем и можно будет, по идее, достать. Сейчас попробуем. С помощью пресса вот такой оправки поставили вот эту часть. Сюда. И вот потихонечку выходит. Вот подшипник. Вот он, заклинивший вообще не крутится. Но я такой подшипник фиг знает где брать. Ну вот извлекли ротор. Вот она магнитная обойма. Надо почистить. Этот сейчас тоже выпрессуем. Он тоже еле крутится. Чувствуется шага. Все уже. Только ставить будем упираться не сюда, потому что это пластик. А вот в эти части. Ну как и этот. Так же. Вот так. И туда нажмем. И здесь еще сверху была вот такая втулочка. Если этот подшипник поменять просто, то вот этот выпрессовывается, я так понимаю, только в эту сторону. Вот сюда. А по диаметру вот эта часть больше. И что делать? Нужно распрессовывать. И весь этот с вала снимать. А потом спрессовывать подшипник. Как-то неудобно совсем. Плюс провода сейчас нужно выравнивать ровно. Жесть. Выпрямил провода. Снял вот эту штуку. И теперь вот эта подымается сеточка. тоже можно достать. Под сеточкой стоит вот такая шайба пружинная. Смотрите, какая там грязная. Смотрите, вот эта опора, на которой сидит подшипник, она на валу болтается. То есть она не жестко здесь сидит. То есть ее сейчас руками можно снять с вала. И даже после того, как я это все снял. Тут, кстати, вот он. 6807. ЛБВ. Китайский China. Фирма CV. И все равно, чтобы вот это все снять отсюда, нужно наконечники убрать, распрессовать, потом заново запрессовать. Короче, ремонтопригодность минимальная. Точнее, отремонтировать все спокойно можно, но можно было сделать попроще, чтобы он в эту сторону спрессовывался. Его можно было спокойно вытащить. Через ротор мы его не снимем. А здесь у нас 6900 подшипник. Тоже непросто было выпрессовать, потому что, чтобы сюда вставить какую-нибудь поправку и вставляешь, и она сразу к стенкам магниты сильные. Вот о чем я говорил. Вот я его снял. И вот сюда не пролазит. Ни туда, ни сюда. Нужно снимать клеммы. Почистил компрессором магнит. И поддувал пыль с ротора. Смотрели на цены подшипников, там есть и по 5, и по 10, и по 20 тысяч. И по 170 рублей. Да, есть интерскволовский за 200 рублей. Правда, Z металлический такой. Но я подумал, может его не снимать, помыть, смазать. Потому что люфта на нем нет. Просто вот он уже, я его продул. Уже крутится лучше. Ну что, двигатель собран. Смазан. Крутится. Еще без каких-то скрипов. Ставим и проверяем. Собрали, подключили. Пробуем. Намного лучше. Чем было вообще. Рукой крутишь, шума нет. И плавно крутится. Конечно, осталось теперь вот эту пружинку с той стороны только поставить. Я забыл одеть еще. Сюда резинку сейчас откручу. И назад шуму. Эту штучку. Вот. Я наблю с другой стороны. Вот этот механизм. Чтоб он нормально назад возвращался. Эта пружинка должна быть здесь. Она обломана. Она обломана. Вот так он намного сильнее. Его, наверное, через раз... Он соскачивает. Понятно, она соскочена. Из-за того, что он слабо отходит, через раз работает. Бывает просирает. Вот и все. Пружинки у нас такой не продается. Я попробовал ее перевернуть. Поменял местами. И, в принципе, не очень, конечно, тут это выглядит. Но держится. Держится и работает. Ну что, проверяем. Звук. Звук. Звук отличный. Сейчас поставлю на единичный выстрел. Звук. И устрюлю деревяшечку. Звук. 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 Субтитры сделал DimaTorzok